Приветствую вас! Ну, смотрите, конечно, психосоматические причины могут быть, конечно. Только вы не написали ни об одной из возможных причин. То есть вы написали только то, что делали определенные процедуры. Ну, чтобы избавиться от раздражителя, что, в принципе, нормально, да? Но, понимаете, если и есть психосоматика, то ее нужно искать. То есть нужно разбираться с тем, что с вами происходило в течение этого периода, что вас беспокоит проблема. Потому что вы говорите, что сразу после процедуры все было хорошо, потом начинаются симптомы, потом они проходят, потом опять начинаются. То есть я не очень понимаю, да, потому что не специалист в этом, но мне кажется, что... В принципе, просто все нормально. То есть можно просто смазать кремом, например, и все. А ваша проблема, она в том, что вы себя не контролируете и чешетесь. То есть либо здесь очень сильно зуд очень сильный, что нормально. Вот. Либо здесь что-то еще. Вот. Поэтому я полагаю, что здесь нужно просто более подробно изучить вашу ситуацию. То есть причины психологические могут быть, но вы не описали ничего из-за того, что могло бы быть ими. Вот. Вы говорите, что впадаете в депрессию, но депрессия это психологическое заболевание, психическое, точнее, это психическое заболевание, которое диагностируется врачом. Вот. То есть, возможно, вы специально чешете, специально вредите себе, чтобы потом спасть в депрессию. Возможно, вам от этого какая-то выгода есть. Но это нужно разбирать. Сейчас это просто из разряда угадать, понимаете. Вот. Поэтому я думаю, что так будет вам можно ответить на вопросы. То есть сперва переодреснуть свои вопросы в разделе медицины, да, посмотреть, что вам там скажут, проделать все операции, все. Вот. И, соответственно, нужно после этого может быть о чем-то говорить. Ну, в частности, например, как вы относитесь к сексу. В частности, например, как у вас дела с личной жизнью. В частности, например, только ли физиологические причины стали мазимом для того, чтобы делать процедуры. Да. Вот на это внимание нужно обратить. То есть, для выявления психосоматики нужна ваша картина, ваша история. А поскольку историю вы не написали, то говорить о психосоматике, на мой взгляд, можно с большой натяжкой. Вот. Вы-то сами с чего взяли, что у вас психосоматика? Вы-то сами почему так считаете? Вот. Вот. Знаете? То есть, может быть, это какой-то процесс. Процесс прорастания. Прорастания, например. Вот. Указываю все индивидуально. Так что не торопитесь себя записывать в психосоматике, да. А если вы из-за этого так сильно переживаете, то попадаете в депрессию. Это можно рассмотреть более подробно, да. Почему переживаете? Что конкретно вас поверегает в депрессию? Вот. Если в вашей жизни есть стресс какой-то, ну помимо, вот, помимо того, что вы описываете, с этим тоже нужно разбираться. Возможно, вы сами себе не отдаете отсчета в том, что происходит. Что же нормально. С этим тоже нужно разбираться. Поэтому пару индивидуальных консультаций у любого из психологов возьмите. Вам станет понятно, есть у вас психосоматика или нет. То есть нужно интервью с вами для того, чтобы понять, да. Нужно сделать анализ вашей жизни, отношений и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.